Вопрос в том, что дискуссия возникает. Я думаю, что, по крайней мере, в одном православные фундаменталисты входятся с православными католиками. Вопрос в том, что война войной, конференция конференция, обед про списание. Обед мы в 12.30 должны начать, и сейчас до обеда у нас еще остается один доклад. Профессор Сергей Владимирович Кривовичев, заведующий кафедрой кристаллографии Санкт-Петербургского государственного университета, диакон Русской православной церкви и президент Международной ассоциации кристаллографии. Пожалуйста. Мировой. Шенноновская вероятность и граница между живой и неживой природой, которая, собственно, продолжение, фактически, заведующего дослажа кристаллографии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вот хотел бы сказать, что... У меня одна филиация здесь на слайде указана, значит, потому что вот с недавних пор... Сейчас я унесу вот кучу воздуха, наверное, здесь, отморочек... Да. Вот с недавних пор я стал вот так еще, значит, кроме Мирисецкой, значит, у меня часть филиации Санкт-Петербургской духовной академии. Я там являюсь аспирантом. То есть у меня сейчас у самого шесть аспирантов, и у меня сейчас аспирант вот... И мой руководитель, отец Кирилл Копетин, вот, но я, значит, опять же, значит, пошел я туда, так сказать, вот в академию. Пришлось, ну, просто, пришлось, благоченье, я сказал, вот, уже эти академии, но я считаю, что тоже промыслительные, потому что вот так вот интересно все развивается. Вот, и я хотел бы, вот, значит, в этом накладе, как раз я специалист скорее по неживой природе, чем по живой природе. В связи с этим был мой вопрос Петру Дмитриевичу. Вот, и я хотел бы побольше немножко говорить о том, значит, вот, от границы, как бы, как бы оценить количественно границу, которая отделяет живую природу от неживой природы. Ну, конечно, вот, как бы, центральный вопрос, который, вот, собственно говоря, вот сейчас мы задаемся, да, то есть вопрос обеогенеза, да, возможно ли образование жизни из неживого субстрата. И для этого полезно оценить, как бы, вот, разницу между живым и неживым. То есть, насколько, как бы, какая вот все-таки, хоть какое-нибудь число, как-нибудь, немножко хоть количественно попытаться эту разницу определить. Ну, здесь, как исторически, значит, если мы говорим, конечно, про историю, то в отечности это спонтанное зарождение обеогенеза, то есть это античная была точка зрения, но есть у Аристотеля возникновение животных, как раз вот он, значит, там развивал, что, значит, животные там вырастают из земли. И вот то же самое надо сказать и святые отцы тоже, святых отцов, в частности, вот святой святой Василий Великий, у него в беседах на шеста днев даже, значит, есть такое как бы выражение, то есть он верил в спонтанное зарождение, в обеогенез. Вот он говорит, а даже и до ныне является живоролящимся из самой земли. То есть, конечно же, а почему, почему Святой Отец это говорил? Разумеется, потому, конечно, что он основывался, изучал античную философию, античную науку, вот. И поэтому, конечно, если мы начинаем буквалистки как бы относиться вот к святым отцам, конечно, прочитывать их так вот буквально, то, конечно, это, в общем-то, такая неконструктивная позиция, потому что иначе тогда мы должны будем принимать на меру также и обеогенез, который, собственно говоря, многократно, то есть, абсолютно не доказан. Ну, в частности, вот Владимир Иванович Вернадский говорил, что никогда в течение всех геологических периодов не было и нет никаких следов обеогенеза. Это была его такая основная как бы мотив его творчества, его как бы такой вот животрепещущий как бы нерв, то есть это живое вещество. Ну и вот, тут у меня еще касался вопрос, что такое жизнь, да? Значит, ну вот еще много определений, еще, видимо, одно определение Дана Петровна Дмитриевича, ну вот два журнала, вот в последнее время, журнал биомолекулярной структуры и динамики и журнал происхождения жизни и эволюции биосферы, они, значит, там по целому выпуску были посвящены как раз вот вопросу определению жизни. И вот сейчас есть вот такой вот Эдуард Трифонов, значит, он предложил 123 определения жизни, 123 определённых жизней, вот, то есть и про это, значит, ни одно из них, так сказать, не является принятым. Он попытался там предложить минималистское определение, которое тоже, значит, на него там все потом начали ругаться, вот. Ну вот, все-таки вот это вот информационное, как бы, генетическое, как бы, такое программное определение жизни, о котором тоже, вот, о котором тоже подчеркивает и Петр Дмитриевич, вот, значит, вот, в частности, одно определение, значит, это жизнь метаболизирующая материально-информационная система. Здесь вот подчеркнутый мной материально-информационная система. И вот такой тоже наш выдающийся биолог Комин, значит, он говорит, что цифровые свойства являются необходимыми для жизни. То есть, иными словами, информация, информация и вот это вот, как бы, такой информационный характер является особое, как бы, обращение с информацией, является особенной характеристикой жизни. Так вот, я хотел бы рассказать о некоторых вот выводах, о которых, собственно говоря, я сам пришёл в области минерологии и кристаллографии, то есть, поговорить немножко, ввести такое понятие, как информация в мире минералов, как она там, как бы, так сказать, работает, вот, и потом посмотреть, как это будет соотноситься с биологической. Вот, ну, вот, из своих профессиональных, как бы, вот этих самых, ну, то есть, собственно говоря, вот, я специалист области рентгеноструктурного анализа, мы изучаем кристаллические структуры и смотрим, как атомы располагаются внутри кристаллов, то есть, то есть, это то, что называется рентгеноструктурный анализ, для этого используются методы рентгеновской дифракции, там, на порошке, на, 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 монокристаллах, то есть в результате получается координаты атомов, и мы можем по этим координатам построить структуру и посмотреть, как она устроена. И вот вопрос, который всегда мне интересовал, мы решались много-много структур, разных минералов из разных частей, разных частей земного шара, и когда вот этот массив уже накопился, то стало как-то интересно, что-то можно, какой-то общий вопрос себе задать. Ну и вот такой интересный вопрос, который мы себе задали, это вопрос о сложности минералов, о сложности кристаллической структурной минералов. Вот здесь, скажем, простые структурные минералы, например, галит. Кстати, вот достаточно просто написать программу, по которой такая структура будет строиться. Эта программа существует, потому что структура строится, но материального носителя у этой программы нет, в отличие от биологического мира. Поэтому я вот хотел бы отметить, что в определении нужно все-таки постулировать наличие материального носителя в биологических системах. Автоклав? А? Автоклав? Выращивание кристаллов? Нет, нет, нет. Нет, ну как же автоклав? В автоклаве же не написано, что у вас вырастет там натрий-хлор. Да, но вы туда закладываете программу подъема температуры, термостатирования и так далее. А вы не знаете, что у вас вырастет результат. И вот скажем, вот, например, горит. Простая структура, значит, атомы натрий-хлора чередуются, примерно, простая, с таким шахматным порядком. И структура такого минерала с таким хорошим названием черт-мерит. Значит, это минерал циолит, значит, с полостями, это силикатный, там очень сложный химический состав, там и кальций, и медь, и кремий, и алюминий, и кислород, и водород. Очень сложная структура. Здесь показано, как она устроена. Она как бы составлена из таких пяти многогранников, которые являются тоже моделями. То есть это некоторые такие надиерархические структуры, как бы структурные единицы. То есть вот как оценить? То есть понятно, что эта структура простая, эта структура сложная. Но можно ли эту сложность описать числом? Ну и вот, если говорить вообще о сложности, да? То есть вот только комплексити, значит, в литературе. Если вы будете прийти просто на сайт Amazon.com, где, значит, можно какие-то купить, там набрать, значит, там комплексити, то там будет 20 тысяч результатов. Значит, видите, здесь как бы вот такая, значит, только книга, да? Значит, которая начинается с теории системы, истории, философии науки, наука, математика, физика, теория хаоса, бизнеса и так далее. Даже теория, теория политики, истории, теории политики. Вот. И, то есть это такая достаточно, ну, как сказать, развитая, в общем-то, уже теория такая. Ну, как сказать, развитая? Она очень популярная, интересная теория. Вот. Хотя нету, как бы, такое, считается, что нету такой, как бы, единой, все-таки, теории комплексити. Ну, вот, если посмотреть, значит, как смотрят вот эти ученые в области комплексити на кристаллы, они, значит, вот здесь вот такой Чарльз Беннадт, значит, он один из крупнейших представителей этой, как бы, теории, ученых, он говорит, такие интуитивно простые объекты, как совершенные кристаллы. Ну, вот я показывал вам кристалл, значит, какой же интуитивно простой объект? Ничего подобного. Он является очень сложным. Как же все-таки оценить тогда сложность? Ну, вот в теории сложности используют теорию информации. И принцип очень простой. Чем больше информации содержит объект, тем он сложнее. То есть вот такой простой принцип, при помощи которого можно оценить сложность. И для кристаллов все дело упрощается по сравнению с биологическими системами. Тем, что там есть так называемая элементарная ячейка. То есть кристаллы устроены периодически, то есть есть элементарная ячейка, в которой минимальный объем пространства, значит, параллельные переносы, можно всю структуру построить. И вот оценивая сложность одной элементарной ячейки, можно попытаться оценить сложность всей структуры. И как это сделать? Ну, вот при помощи теории информации, значит, вот, так сказать, вот эта основа теории информации, это работа Шеннона, значит, в 1948-го года, в которой предложил формулу Шеннона, согласно которой, значит, информация, количество информации, которое находится в некотором сообщении, которое состоит там из эндсимулов и так далее. Значит, эти, значит, вот оцениваясь при помощи такую формулу, я просто сейчас очень кратко покажу на простом примере. Вот, например, сообщение, составленное из 11 символов. Значит, здесь из этих 11 символов три разных вида, три класса, три класса эквивалентности. То есть, значит, есть символы Ж, Т, В, К, значит, и, значит, вот их мощности 4, 4 и 3. То есть, ну вот, значит, и дальше можно, значит, рассчитать вероятности, как бы, обнаружения символа из конкретного класса, взяв просто вот эти числа и поделив их на число символов во всем сообщении. И получатся некоторые вероятности. И дальше провести, значит, там, вот такой, как бы, расчет простой. И вот получается, что, значит, как бы, количество информации в этом сообщении 1,573 бита на символ, или полно, значит, на символ, или, значит, 17, там, примерно, бит, значит, на всю последовательность. Так вот, преимущество кристаллов в том, что они представляют собой конечный, некоторую конечную атомную структуру. То есть, количество атомов в ячейке – это некоторое натуральное число. И дальше, значит, таким образом можно представить себе содержимое элементарной ячейки как некоторые, как сообщения. Значит, атом как символ, а два атома, два символа будут считаться одинаковыми, или два атома будут считаться одинаковыми, если они симметричны и круглой. Ну, вот при помощи вот этого подхода, значит, ну, вот здесь более формула, более такая техническая формула дана, значит, здесь, вот так, как и сфилографическая, значит, здесь число атомов в ячейке, там, и так далее, значит, вот. Вот, ну, по сути дела, вот очень простой подход. Рассматривается, значит, содержимое элементарной ячейки, ну, молекулы, скажем, рассматривается как сообщение, а атомы рассматриваются как символы. Ну, что самое интересное, значит, это то, что удалось установить соглашение между сложностью кристаллов, между вот этим количеством информации и конфигурационной энтропией, в смысле Больцмана. При этом, согласно общим, как бы, таким, так сказать, естественно-научным представлениям, чем выше количество информации, тем ниже энтропия, тем сложнее структура, тем ниже её энтропия, крипурационная энтропия. То есть, в принципе, это так интуитивно понятно, но вот это при помощи формулы, я с ней буду сейчас говорить. Значит, ну, вот эта вот теория сложности, она оказалась очень интересной, потому что она для минерологии оказалась очень много интересных, можно вещей посмотреть для минерологии, для химии твёрдого тела, для структурной химии. Ну, сейчас, значит, можно классифицировать минералы нейронических синих боевых сложностей. То есть, теперь каждому минералу можно давать число, одно число, которое будет оказывать сложность, его сложность. Это очень, как бы, с точки зрения вот такой, как бы, минерологии очень интересно. Дальше можно посмотреть, когда возникают сложные структуры, ну и так далее. Значит, например, оказывается, значит, когда, скажем, у вас процесс идёт очень быстро, то у вас структура, как правило, образуется простая, а когда процесс идёт медленно, то структура образуется сложная, потому что, как бы, система не успевает, так сказать, прийти. Ну, есть ещё много всего интересного. Можно посмотреть, как эволюционировала сложность минералов в процессе геологической эволюции. Геологическая эволюция. То есть, в процессе эволюции Вселенной, в смысле геологии, не в смысле эволюции вещества, в смысле образования кристаллических соединений и так далее. Ну, вот интересно несколько фактов, значит. Во-первых, значит, сложность природных кристаллов, то есть минералов, то есть минералов, природных кристаллов, и синтетических кристаллов, то есть те, которые созданы в лаборатории, в автоклаве. Значит, вот самый сложный минерал, самый сложный минерал, это паулингит, ну, порядка, там, 7000 бит. Значит, самое сложное, самое сложное синтетическое соединение 48,5 тысяч бит. То есть вот в этом, как бы, то есть в отношении сложности структур неорганических соединений, кристаллических структур, все-таки, конечно, вот человек, он превзошел природу, потому что, значит, вы видите, вот 8 раз почти отличаются вот эти вот информационные содержания. То есть, действительно, и обе структуры очень сложные, там, можно долго об этом говорить. А вот теперь, если, скажем, взять и теперь посмотреть, возьмем, скажем, какую-нибудь простую биологическую структуру, не знаю, там, анокличную, как бы, бактерию, и возьмем только ее геном, и посмотрим его информационное содержание. Вот, ну, вот, значит, еще раз, значит, здесь вот наиболее сложный неорганический материал, значит, там, порядка 48 тысяч бит, значит, и вот ДНК, значит, вот этой бактерии, Еколи, содержит 4 миллиона нуклеотидов, ну, и 2 бита, 2 бита на нуклеотид, значит, это самое, вот 8 миллионов бит шамоновской информации. То есть, я не знаю, самое сложное, самое сложное неорганический материал, самый простой биологический этот сам. То есть, посмотрите, какая пропасть, их разделяет пропасть, да-да-да, пропасть, их разделяет колоссальная пропасть, то есть, это, как бы, несколько порядков. Ну, вот здесь, ну, если бы я сказал в среднем, 4-5 порядков, наверное. И я хочу заметить, что это шамоновское информационное содержание, которое не несет никакой симметической нагрузки, никакого смысла там нету. То есть, это просто вот чисто числовые эти самые. То есть, даже не рассматривается работа организма как функций там и так далее. То есть, абсолютно как бы это не. Вот. Вот такой вот интересный момент. Значит, вот то, что касается информации в живых и неживых системах. То есть, если скажем, например, самое сложное неорганическое соединение, это там страница в книге, то самый простой биологический организм, просто даже его один, ну, чисто-чисто числовой, это книга в тысячу страниц. То есть, это, в общем-то, огромное различие. Ну вот, еще хотел бы также поговорить о том, что когда обычно говорят про минералы, когда говорят про происхождение жизни, то всегда, есть такие теории, ну, часто, не всегда, часто, значит, всегда, часто, значит, говорят о минералах. Потому что, собственно говоря, если жизнь возникла из чего-то, она возникла из неживой материи. А что такое неживая материя? Ну, это, прежде всего, минералы. Ну, вот. И вот такой, значит, есть ученый, как Карен Смит, значит, он где-то там, в 50-х, 60-х годах, значит, у него была такая теория, genetic type horror, значит, endo mineral gene of life. Значит, у него, то есть, он говорил, так, значит, все-таки вот эта проблема хранения и передачи генетической информации, она была перенята живыми организмами от минералов. Потом говорил, что, он говорил про глинистые, про глинистые минералы, которые всегда существуют, значит, там, ну, на поверхности, на поверхности имеет место. Говорил о том, что, как бы, генетическая информация была записана в виде дефектов, дефектов, там, дислокации и так далее, то есть, в этих кристаллах. И потом дальше, и потом дальше они, как бы, расщепляются, надельные пластинки. И эти пластинки начинают, как бы, то есть, и вот это и есть процесс, как бы, вот этой дубликации, дубликации этой информации, даже не дубликации, а мультипликации этой информации. А дальше живые организмы, как бы, восприняли вот этот процесс, который на минералах был уже опробован, и, так сказать, начали его, то есть, ну, восприняли его, как бы, переняли его. Он говорит, take over, genetic take over, то есть, теория генетического захвата, так называемая. То есть, вот он говорил, дефекты, то есть, вот эта информация закодирована в дефектах кристаллов. Где-то, наверное, лет 30-40 эта гипотеза, она просто одна из таких мазрительных гипотез, которые просто повисли. И когда про происхождение жизни говорят, все на нее ссылаются, но никакого эксперимента, значит, нет. Не было никакого эксперимента. Примерно вот так это все выглядит. Вот эти вот кристаллы дефектные, они как перфокарты. У меня мама тоже кристаллограф. Я, значит, когда был маленький, она в 70-х и в 70-х годах ездила считать, и я все время играл в детстве с такими перфокартами, как карточками там всегда рисовал. То есть, действительно. То есть, информация записана вот в таких вот виде вот таких. И как вот эти дефекты, которые... То есть, представьте себе, что это кристалл, как бы, и вот эти кристаллы, значит, у них вот эти дефекты записаны информацией. Ну вот, совсем недавно, значит, в 2007 году, значит, вот в лаборатории профессора Барта Карра, это Нью-Йоркском университете, значит, вот они решили проверить все-таки, работает ли эта теория или нет. Так вот, оказалось, значит, что... То есть, они просто брали кристалл, изучали... Брали, как бы, кристалл материнский, значит, изучали на нем расположение дислокаций. Потом раскалывали его по спаянности. Спаянность — это способность кристаллов раскалываться по определенным направлениям. И дальше смотрели, как дальше... И дальше опять клали их в раствор, и смотрели, как будет дальше... Что будет происходить? Будут весь сохраняться вот та вот схема вот этих дислокаций, вот этих вот, как бы, так сказать, вот этих карт, значит, при последующем росте. То есть, когда дальше будут расти. Так вот, оказывается, что нет, она не сохраняется, потому что, когда вы раскалываете кристалл, там уже зарождается много, значит, вот этих вот холмиков, так называемых, то есть, других центров кристаллизации. То есть, вся вот эта... То есть, фактически, только очень-очень маленькая часть информации сохраняется при переходе от кристалла к кристаллу. То есть, иными словами, вот дефект... Вот эта теория дефектов, то это теория Кронсмита, она, как бы, оказывается, совершенно неподтвержденная, потому что минералы не обладают устойчивым каналом передачи информации. Не обладают... То есть, они не обладают механизмом поправки коррекции этого года. Ну и вот, значит, вот говорили здесь вот уже про Сванта Арениуса. Вот у него там есть внук или правый, не знаю, Густав Арениус, который работает с Крюксовским институтом океанографического. Он предложил в качестве такого же механизма только не глинистые минералы, а так называемые слоистые двойные гидроксиды. Почему? Потому что, значит, вот они существовали в Архийском океане, значит, это так называемый двух-трехвалентный. Примерно, значит, выглядит всё это так. Это, значит, слои из вот таких вот, как бы, октайдов, таких, как бы, гисагональных ячеек. И в этих слоях, значит, двухвалентный катион заменяется на трехвалентный. И таким образом, как бы, слой приобретает заряд и образуются вот такие структуры. Я не буду сейчас подробнее о них говорить. Значит, ну вот идея такая, значит, что вот, значит, что вот, как бы, слой представляет себе вот такую какую-то ячеистую структуру, где определенным образом расположены вот эти вот трехзарядные катионы. И вот мой хороший знакомый, значит, профессор Крис Гринвилл, значит, из Дармского университета, он предложил такой тюрьм. Ага, значит, вот, а что, если, значит, вот, кодирование информации вот этих вот этих вот, этих матрицах, вот этих слоисловых двойных гидроксилах, которые существовали в Архийском океане, а что, если, значит, она там кодируется в виде вот этих вот, вот этих вот сот, то есть там в этих сотах определенное, значит, расположение там встает и так далее. Ну вот и вот мне вышла статья, значит, вот, в которых он говорил о том, что вот эти минералы могут являться пребиотическими, могут храниться пребиотической информацией вот в этих материалах. Ну вот, ну, на самом деле, конечно, эти минералы очень красивые. Вот мы исследовали минералы из кордовского щелочного массива на Коисском полуострове. Так вот, значит, оказалось, что ничего подобного. Что всё-таки вот распределение вот этих вот, вот этих вот экстракабукатионов, вот этих вот трехвалентов, Оно определяется чисто электростатическими взаимодействиями. То есть нет в минералах вот этого механизма, который бы информацию хранил, корректировал и содержал. Там играет физическая химия, по сути дела физическая химия, электростатика. И даже если, скажем, вы не видите упорядочения, то вот в этой работе было там тонной поверхности, все равно вы видите хорошее распределение катионов. Вот таким образом, вот основной вывод какой здесь? В царстве минералов отсутствует, не могут возникнуть, им неоткуда возникнуть. Устойчивых механизмов передачи информации и хранения информации, которые могли бы быть восприняты живым веществом на пребиотическом этапе возникновения жизни. Но вот пропасть между неорганиками, минералами и живыми организмами в том, как они работают с информацией, прежде всего. Ну и вот, может быть, такая немножко спекулятивная картинка, значит. Но вот на самом деле в последнее время очень большое внимание уделяется вопросам информации. Вот здесь в ней приведены как бы физические роли информации, эквивалентности между информацией и энергией. Вот, в частности, вот видите, в статье от 2012 года есть такой принцип Ландаура, который говорит о том, что один бит информации стоит там определенное количество энергии. То есть вы не можете ни создать информацию, ни стереть ее, не затратив определенное количество энергии. То есть этим устанавливается эквивалентность, этим принципом устанавливается эквивалентность информации, информация to energy conversion. То есть, и вот весь этот вопрос как бы в том, значит, что и действительно, вот если мы, скажем, возьмем минералы, живые существа и сознание, да, значит, вот, вот, то есть минералы — это только структура, то есть минералы не органика, это только структура. Биологические организмы — это функция, а уже сознательные, сознательные — это смысл, это, конечно, смысл. То есть это... И вот вопрос-то, конечно, весь в том, это непрерывное, как бы, такое, значит, трюгорье в отношении к информации, или все-таки между ними есть вот эти вот разрывы. Но вот я вот... Мне все-таки кажется, вот здесь в этом смысле, что все-таки между ними есть разрывы, ну, в этом я солидарен вот с этим, значит, человеком. Это Холмс Ролстон III, такой богослов, значит, он темплтоновской премии лауреат, где он говорит о трех больших взрывах, трех больших взрывах, которые первой материи энергии — жизнь и сознание. То есть вот... И вот эти, как бы, вот эти вот точки, как бы вот эти вот, как сказать, вот эти вот скрипы, значит, да, они, как бы, они, в принципе, наукой может быть и непознаваемы. Вот. То есть, как мы не можем познать, как бы, большой взрыв сам по себе, как бы, вот так и жизнь и сознание также являются, ну, если хотите, даром свыше. Вот. То есть вот мир больше такая мысль и панирует, хотя, конечно, в принципе, вся вселенная, и даже свыше есть, сложно об этом говорить. То есть, и поэтому, конечно, вопрос хороший, является ли жизнь эмерджентным свойством, то есть, которое возникает на верхних уровнях организации материи, или на природном по отношению к неживоприроде, то есть, как дух жизни, там, и так далее. Вот. И, ну, вот, ну, действительно, вот, в принципе, физики говорят о свободе воли электронной. Вот. И у отца Кирилла, значит, его книги, которую сегодня цитировал, как раз Пётр Дмитриевич, там тоже есть такой момент, значит, как живая материя. То есть, всё-таки вот на этих квантовых глубинах там вообще непонятно, что там происходит, и, может быть, сознание, на самом деле, истоки сознания жизни коренятся там, как бы просто ожидают, когда что-то, как бы, ну, какой-то им будет дан, как бы, стимул вырваться наружу, можно так выразиться. Ну, и всё-таки, конечно, вот, если из библейской точки подходить, и вот я знаю, что вот у Андрея Сидоровича сегодня, значит, на эту тему доклада, и очень было бы интересно, действительно, как из библейской точки зрения на это посмотреть, значит, всё-таки, конечно, библейская точка зрения, это, что есть дух жизни. Ну, здесь есть просто несколько статусов, известная цитата о 103-х псаломах, там еще двух исчезнут, теперь с его возвратятся. Мне нравится, как это звучит по-церковному славянски. Значит, или, значит, вот Иов 34-й, значит, да, если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух её и дыхание её, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в опрах. Ну, вот, с другой стороны, конечно, здесь, возможно, существуют другие подходы, но вот я хотел бы напоследок процитировать вот эту статью интересную, генетический код – это счастливый случай или фундаментальный закон природы. Вот, и здесь вот прямо в этом самом, в абстракте этой статьи, то есть, там они говорят, что, значит, отсутствие успеха в объяснении происхождения кода и жизни само по себе за последние десятилетия предполагает, что у нас нету чего-то очень фундаментального, мы не понимаем чего-то очень важного о жизни, возможно, что-то очень фундаментальное о материи и о Вселенной вообще. То есть, я думаю, что вот эти слова, они, наверное, описывают в данном случае его состояние науки на сегодняшний день, но действительно, чего-то как бы не хватает. И, наверное, конечно, если кто-то, вот, так сказать, вот сможет доказать, например, что существует, например, там, жизненная сила или дуя жизни, да, то тут, конечно, это будет большой, большой будет успех, научный прежде всего. Вот, но другое дело, что будет ли на это, собственно говоря, воля Божия, чтобы, вот, значит, вот это, как бы, понять, вот эти глубины, вот эти, значит, пропасти, те, которые разделяют, значит, вот эти разные, как бы, сферы жизни. Большое спасибо за внимание. Если мы отрежем 5-10 минут от обеда, то можно тогда задать вопрос. Я думаю, что... Я вам не могу сказать. Да-да-да. Нет, это не ваша вина. Это моя. Есть вопросы? Комментарии маленькие, ну, может, как вопрос быть воспринят. Вот, действительно, существует пропасть между информационным содержанием кристаллов и минимальным информационным содержанием жизни. Вот, и я хочу обратить внимание на то, что вот именно гипотеза панспермии это довольно легко схватывает. Значит, каким образом? Таким образом, что жизнь возникла не на Земле, а где-то в другом месте, и там вот она постепенно наращивала сложность, но к нам она появилась уже в том состоянии, в каком мы наблюдаем ее минимальную сложность. А промежуточные шаги остались в том месте, где она эволюционировала. Это могла быть какая-то другая планета, значит, гораздо более старый человек Земля, а вот он может быть до 12 миллиардов лет включительно. Вот. И я хочу обратить внимание на то, что гипотеза панспермии, она объясняет сразу две вещи непонятные. Вот она объясняет минимальную сложность входа, имеющуюся на Земле. Это первое, что она объясняет. А второе, она объясняет неожиданно раннее появление жизни на Земле. То есть жизнь появилась, она, помимо всего прочего, еще настолько рано, что она времени не оставляет, например, биологическую эволюцию. Вот 3,8 миллиарда лет назад жизнь остыла, и уже практически с того времени наблюдаются следы. Так вот, гипотеза панспермии, она была придумана просто как бы не от нечего делать, а потому что она может легко объяснить вот эти два фундаментальные факта. Да, то есть вы хотите сказать, что где-то на других планетах, на других галактиках, да? То есть есть вот эти переходные формы между живыми. Даже более сложно. Эти периодные формы могли существовать не на одной определенной планете, они могли существовать во всей галактике, как в системе. Просто на Землю они попали уже в готовом виде. Но это экспериментально не верифицируется. Конечно. Нет, это экспериментально верифицируется в том смысле, что это как бы проблема, лежащая в сфере действий принципа фальсифицированности Попера. Можно предложить систему, когда есть свидетельство того, что это есть. Ну, например, мы каким-то образом принимаем образцы породы из другой звезды, где просто находим эти самые следы этой жизни. Ну, можно предложить и процедуру фальсификации. То есть она находится внутри науки, но крайне далека от решения. Ну да. Это вот как эта гипотеза была Карл Смиттер по поводу передачи генетической информации. Эта гипотеза о франспирме ровным счетом ничего не объясняет, она переносит вопрос. Нет, неправильно. Неправильно. Вы имеете в виду вопрос? Давайте. Давайте. Это для меня очень болезненно идти. Нет, нет. Про это написано. Поиски ключей не там, где они потели. Нет, нет, нет. Дело в том, что франспирме может означать не другое место возникновения жизни, а совсем другие механизмы. Там включается механизм перемешивания предбиологического вещества по-галактиски, который ускоряет предбиологическую эволюцию примерно в 10-10 степени раз. Окей, давайте сейчас дискуссию в зале, мы перенесем на обед, а сейчас вопросы в докладе. Я у меня не знаю, что я не знаю. но в биологии мы имеем это concept о смерти. Я имею в виду, что вы не можете предказать отработать компонент. Да, что вы можете предказать от смерти. на мирной природы? Да, конечно. Есть много, что мы можем объяснить с тем, что мы можем объяснить. Например, если у вас есть очень complexe структура, то вы можете Вы можете представить, что это организация, организация процессов. Но вы не можете предоставить? Да, мы не можем предоставить. Так, есть мерзиция? Да, есть мерзиция, конечно. Все эти трактные и трактные структуры, они все еще есть. Они все остаются в миниологическом мире. Можете перевести? Вроде все понятно. У кого-то к докладчику вопросы. У меня очень короткий вопрос. На самом начале доклада вы описали количество информации в битах на элемент, привели там цифры, там, 0,573. Что означает дробная часть? Ну, вы знаете, у меня тоже спрашивают, почему ты вообще три цифры оставляешь, а не две? Хотя бы просто, кто и вообще кто-то спрашивает? Я-то по наивности считал, что там 0,1? Либо кратно? Нет-нет-нет, это же в битах. Это же в битах. То есть это количество битов. Понимаете? То есть это, собственно говоря, когда вы берете логарифм, там у вас получается как бы число, ну, может быть бесконечная десятичная дробь. Ну, в принципе, да, конечно, то есть целая бит, но вот математика, она тут ничего не подняла. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ